Доброе утро! В принципе, сходы получены. А вот, кстати, те минуса, о которых мы говорили раньше. Но это вечный вопрос, что было раньше, курица или яйцо. Вот гибель растения, которое уже имело 4 настоящих листа. То есть, что произошло? На каком-то этапе была перетяжка. Мы видим на уровне почвы. Растение пыталось через ограниченный уже канал получать питание с корня. Но наступил момент, когда оно просто уже было недостаточно, скажем, диаметра этого канала. И растение выпало. Выпало, упало, вегетативная масса и сгорело. Но здесь вопрос, конечно, кто был раньше. Питиум раньше был? Или же все-таки термоперетяжка, а потом заселение питиумом? С этим предстоит разобраться. В принципе, мы можем проверить всю морковь. Посмотри, вот она имеет такое. Очень много моркови в этом году и жалуются вот такой вот согнутой. Но здесь, по всей вероятности, причина была сильные шли дожди во время всходов. И по всей вероятности, все-таки было проседание гряды. И часть корнеплода оголилась и согнулась. Да, здесь есть крестоцветка, но она уже как бы для моркови не особо опасна. Очень много травы уничтожено применением гербицидов. Протулак, кстати, из опыта очень легко подавляется. Даже вот такой перероский подавляется гизогардом. Ну, то есть прометрином. Гербицидом, почвенным гербицидом, где действующее вещество прометрин. Но очень важно, чтобы прометрин проник в чувствительный сорняк. Важна концентрация. Компании-изготовители гербицидов на основе прометрина зачастую акцентируют внимание на количество рабочего раствора. Мы как-то по привычке стараемся дать большой объем воды. Но я считаю, что большой объем воды для почвенного гербицида подходит, когда это мы делаем до всходова. Когда мы работаем по всходово, здесь бы все-таки желательно уменьшить объем воды, чтобы за счет большей концентрации была возможность у действующего вещества того или иного почвенного гербицида проникать в чувствительные сорняки. И прометрин может подавлять гизогар даже в такой фазе. Ой, гизогар. Прометрин может подавлять портулак даже в такой фазе. Даже полтора литра гизогарда на 200 литров воды может 100% забрать. Но это из опыта. В целом поле чистое. Идем дальше. КОНЕЦ